доброе утро дорогие друзья как ваши дела здоровье и все остальное наш друг вот он ведет себя пока прилично ну вот утро началось поэтому у нас полдесятого 9 30 что хочу хочу сейчас сделать детям пиццу встанут мальчики в школу бургера уже дочь ему приготовила ну то что в школу даем у нас кормят до по моему четвертого класса потом уже все так печеньки малыша он умеете как есть что зачем ты так вот его аки рвет их прямо рвет во все акинки азека еще положит азека положит печеньки туда сейчас все скушает малышу а мы займемся пиццей так здесь сейчас протру все он только проснулся малышу но завтракал попозже буду ему завтрак давать сейчас он попил чай свой и сейчас вот кушает сидит и окинуть у меня будет духовка там сейчас малышу сразу две такие готовим сосочки с печеньками потому что одно съедает вторую моем даем одно съедает талюю моим даем так сейчас что делаю достаю тесто яйцо как всегда все все уже малыш ничего не хочет сейчас делаем наверное две пиццы кстати закваска я вчера ее мукой мне кажется забила немножко и она как бы заново процесс у нее брожение начинается поэтому стоит уже поднялась немного но буду ее подкармливать посмотрим пусть она уже хорошо сделается потом будем можно спокойно ее чтобы мы поняли что это заново растить еще как видите банку я не помыла тут у меня остатки муки поэтому остатки муки мне надо уже пусть и потом мою газа еще нет нас решили обезгазить приходит сообщение что будет мороз но как мороз будет штормовое предупреждение я так думаю что это связано все равно этот циклон он движется в америку так минуту друзья поменяйте мы увидите как у него слюнки текут он очень много мы ему за день меняем слюневчиков еще заказала слюневчики так сейчас посиди тихо пиццу надо делать братьев твоих кормят о еще надо открыть эту скажите мне банку я же ее вчера таки не открыла некогда было вчера так сейчас пиццу раскатываем духовка нагревается это что я смогу за день то и сниму тесто готово магазинная вот его любимая игрушка вот такие звуки малыша будем делать сегодня по плану ничего такого все наверно духовочное потому что разгаза нет мы сегодня обещали дать поэтому что смогу в духовке сидеть вместе до вечера поэтому мальчишки помогут ничего страшного а я займусь пока сэр что нам еще нужно где я кушаю мы кушайте кушайте коммен он такой голосистый кричит певцом нано боится не хватит не хватит не знаю может быть песню от малыша хотите он сейчас будет кричать поэтому иногда может быть буду без звука он будет вот он так требует что-то от себя так прекратить боевые действия в манеж надо его отнести пока я это завершу пицца соус я открыла томаты прям вот знаете когда кожу уберешь значит они кусочками уже раздроблены вот такой соус хороший был с пряностями я не взяла спрашивали где эти на фурманного там есть склады требует говорит пошла отнесу я его манеж пришлось нашего товарища отправить манеж я хорошо постояла я его с обратной стороны смазал маслом и чтобы полегка убиралась потом с этих вчера когда ходила не было таких пиццы разных удобных для выпечки пиццы а мне удобно так выпекать пиццу попробуем посмотрим что за соус ну хороший видно что соус очень хороший прям смотрите какой яркий цвет хороший зато все соус есть ничего не надо как бы очень будет вкусно когда пицца соус пицца соус хороший но ничего я его потом банка переложу и все это будет похоже потому что малыш не навряд ли даст орегано все орегано колбасы все и сыр натираю и все и быстро первую пиццу отправляю сейчас мальчишки встану маме попозже сделаю она когда встанет она позже это я быстренько сейчас пацанам они уже станут сок пицца и все что еще и надо кашу кашу я часто варю очень готовлю кашу маме но газа нет а или кастрюльки не хочу что-то доставать так вот так примерно когда ребенок затихает всегда смотрю иду значит что-то творит нет все нормально а то когда дети затихает сами знаете да бежим сразу смотрим в чем дело ну он мне же поэтому я не боюсь он пытается уже ползать поэтому сейчас ему включу его любимые мультфильмы эти там три кота у него уже любимый и любимый у него это насекомые незнакомые познакомимся мы или познакомлю вас что-то такое а то я как придумаю знаете о вот это я люблю так делать сейчас 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 сыра побольше чтобы была такая сырная дорогой уважаемый все пусть постоит немного сейчас может еще натираю сыр посмотрю валяется наверно он уже там манежа да он взял воду на четвереньки вставать и оттуда потом вернуться исходное не может положение и так и возиться что такое падает и падает так все сыра много посмотрим как раз как он себя поведет в пицце это цель потому что другого нету только моцарелла поэтому думаю сейчас посмотрю такой срач посмотрю согрелась ли духовка алиска листы у меня уже видами давшие что говорить что греха танец то уже пицца листы все я их и не труп потому что они потом будут тоже знаете все будет прилипать к ним поэтому все так что здесь продолжаем вторую пиццу но ее не торопясь сделаю такие заквасочки когда уже добавляешь муку они заново как бы начинают процесс брожения и видите она поднималась потом я муки добавила потому что мне некогда было заниматься и у нее начался заново процесс брожения и она вот здесь вот пузырьками пузырьками и вам сейчас покажу уже пузырится заново начинает потому что я добавила муху и умею заново пошел процесс эти все вот она оживает заново процесс брожения начался в банке и все пузыри появляются сейчас будет бродить там самодумать вот увидели до процесс брожения вот так он заново появляется и будет поэтому теплое место убираем пусть себе стоит мнение к спеху а тут нашего парня посмотрите тут у него все атрибутика и манеж так ислам здесь вот он все смотрит свои мультфильмы но чем-то парень недоволен все следующую пиццу испечем попозже немножко духовку уменьшу и все ох очень такая видно что хорошая люблю делать свои дела сама пилю пилила дерево деревья пилила некогда никого ждать мужчин нет времени пока снять коненькие лазили короче говоря я пару деревьев распилила теперь знаете что готовлю на улице на газу мясо тушу вот сейчас быстро пирог закину в духовку потому что пирог сладкий к чаю к чаю ничего нету поэтому сейчас просто три яйца в зубью со стаканом сахара на каком языке собью со стаканом сахара и добавлю масло растительное короче говоря клемм шлем что есть смит а вот йогурт наверно да добавлю или я жинку есть ну куда не надевать так вот три яйца и стакан вы знаете какой у меня стакан где он кстати 180 мели я порезу его сейчас уже несут не ляйку чтобы значит это типа показать вот он может просто там типа ничего говорю гуляйте я вам что тем более он сидит спокойно просто вдруг газа нету ведь валя придет у них даже электро чайника оказывается нету придет чай пить мама намекает я должна испечь что-то крышка почему-то грязно так вот это я взбиваю значит со стаканом 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 влажные короче со стаканом вот такого 180 сахара взобью туда сейчас скажу что отправлю наверно стакан знаете вот этого ряженки подготовлю сейчас даже еще на стойку из чаги не ставила сегодня поставим с вами сейчас стакан подготовлю ряженки хорошо можно кефира все продолжаем короче взбиваем до пышной белой массы моя мама ты себе покоя не даешь утром я столько все это вот этим пылесосом сейчас покажу все это выдувал кай выдула и тот же самому х и вот посмотреть вот спиленные мною деревья здесь еще на улице тому же вынесла теперь надо это все подраспиливать и вынести вот потому что деревьев очень много вот эти и у соседей у нас на соседей не торопятся даже не будут делать этого пожалуйста пожалуйста кошки кошки-мошки лежат вот они что им делать лежат себе у них хорошо им не то видите как миксера греет прямо такие друзей аппарат которым я кажется он такой здоровый все но он не тяжелый вот им я и выдуваю покажу если будет время он также всасывает листву вот в этот мешок вот в этот а также здесь потом высыпается листва а также он распыляет по всем сторонам это листву ой дорогие друзья я даже забыла сказать ваши комментарии спасибо вам огромное но такие пишите комментарии просто читаешь и думаешь надо же вот до чего ведь прекрасные люди живут в нашем мире чудесно вот поэтому вам это не бабайки вон смотрите муха залетела двери только стоило открыть мухи тут как тут а еще предупреждение что холода какие же холода когда летят мухи обычно когда летят мухи всегда тепло ой я же должна вам показать смотрите налью ряженку вот это 180 малый стакан и сейчас вот не будем масла никакого ложить вот растительного масла ровно в полстакана тоже туда и отправляем и взобьем немного и знаете что забьем до добавим естественно если вы хотите ванилин манилин знаете что я добавлю я добавлю сюда соли немножко а соль то ушла туда на улицу мы сейчас принесу добавлю соли теперь что может быть что сделать такого что-то интересного можно добавить черноплодную рябину интересный будет вкус я ее заморозила наверное так и сделаю их все и это все перемешаю добавлю муки наверно пару стаканов а может больше измерим посмотрим так ванилин добавляю дорогие друзья обязательно базе варенин 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 ванилин прям ложку это как будто плачет и добавлю чайную ложку полную разрыхлителем так значит ванилин добавили ложку разрыхлитель добавили соли добавим и немножко это перемешаем не на сильных оборотах добавлю сюда черноплодную рябину пусть будет не знаю что будет но то будет короче и теперь муку а муку то я кстати и не переложила придется доставать этот я когда видите сейчас уже все малыш шар она будет брать он покушал его покормила сейчас нужно будет ему все равно мы не взять и их алюлюм алюлюм переодеть переодеть по любому нужно сейчас обычно как столовыми ложками эти не измерим то что у меня есть и все и затем и быстро уже духовка нагрелась где-то 200 градусов можно поставить на 200 градусов и и выпекать по времени поставлю на минут 32 в 1 здесь и 2 столовые ложки вот такая хорошая 16 ложек вот по 2 если считать 16 столовых ложек и сейчас все размешиваем естественно черноплодная рябина она окрасится и даст свой цвет но я хочу попробовать на сахар как сахар уже окрашивается она же фиолетовая уже начинает окрашиваться видели до рассмотреть сахара я думаю достаточно зачем сильно при так наделать но все в принципе 16 столовых ложек муки муки 16 давайте 18 всегда уже 18 уже запомнила 18 столовых ложек муки получается идеально сколько уже делаю всегда наверное если вы смотрите видео 18 столовых ложек ну вы смотрите какие смотри какая столовая ложка ну обычно вот здесь же столовая ложка наверное когда я говорю мы мало кушаем но некому кушать вы думаете а куда же она столько готовит вы знаете у нас часто кто-то заходит приходит и вот отдаем угощаем и вот с этими этими так она и уходит у нас на работу где-то там все и так оно все это расходится у нас поэтому не думайте когда я говорю ой у нас некому кушать дочка вообще выпечку не ест очень такой тягучи получился это тесто тягучая очень чтобы она все распределилась смазали конечно маслом и я знаете что хочу просто сверху немножко посыплю вот так вот сахаром вот так чтобы приглушить эту терпкость немножко этой черноплодной рябины все и отправляю выпекаться на 35 минут лучше отправлю с 200 градусов 180 200 градусов кто потерял потерял так дорогие друзья домой мы зашли сейчас волышок пищит духовка думаю хватит этого сейчас проверим смотрите когда сахаром сверху посыпайте образуется такая корочка сахарная поэтому я и посыпала сахаром подумайте почему зачем на этот сахар вот сверху карамелизуется и образуется такая интересная корочка сейчас хочу проверить шпажкой он испекся ровно 35 минут ребята выпекался этот пирог на вид он мне нравится нравится эта корочка еще раз покажу чтобы вы знали почему посыпаю сверху смотрите видите образовалась карамельная такая корочка малышок сидит кушает печенье соест так теперь что мы главное ждем когда это дело уже хорошо уберется видно уже пирог все немножко он отойдет дном чтобы легко с него все пирог у нас к чаю есть это черноплодной рябиной не знаю как получится что получится честно не делала никогда и тем более на ряженке тоже но я все всегда мешаю теперь мясо потушилось туда отправила крупно лук прямо на несколько частей перец болгарский картошку крупно и с бульончиком такая как будет такое блюдо восточное но немножко там перец надо приправы мама говорит не ложи сильно не любит вот и все смотрите пицца чуть-чуть есть есть пирог сейчас к чаю есть обед все с малышом справляемся время без двадцати два все слюнявчики нужно стирать все марает вот здесь вот все они живут и не силенький текут вот это все у них надо вот это все надо молодец на улице сидел смотрел как пилю деревья смотрел как вот это делаю все он сидел и смотрел это все скоро будет баюшки мало спал потому что гавкали собаки вот это все 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 на него очень повлияло эти мои старые промасленные вот этим как их звать кексницы до чего же они хорошие они уже знаете как вылопотанные временем всем очень хорошо испекся видите какой красивенький опа переворачиваем и все и оставляем кривер и оставляем так остывать до полного остывания это на мою кожу посуду у меня накопилось тащи полу пить хочется а вот она это пока что а сбалкалась всем сальметь он уменом зонам мину он уменом хочет выпрыгивать хочется пить хочется потому что я попью я работала очень честно а у вас хотите пее тамерлан джима да ничего недолго ага кашлит тамерлан разрешила не идти сегодня очень много за неделю очень бывает уходит 7 утра приходит в 20 00 вечера Представьте, я загрешила такой вот. Разрешила ему сегодня разгрузочный. Надо давать, иначе вот эта учёба, 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 дамбра, секции какие-то, что-то, всё это тоже тяжело. Для молодого растущего организма. Время криков пришло. Малышок просится. Пойдём, всё, надо одежду менять, надо жопки мыть, лицо, вот всё у нас, вон он, всё уже. Надо всё это нам сделать, да? Пойдём мы с тобой, всё. Пойдём менять. Попки мыть, одёжку менять. А то нас наругают всё в одной из одёжьки, да? Пойдём. Пока. Так, дорогие друзья, ой, так, разрезала. Посмотри, какой в разрезе, какой, посмотрите, какой в разрезе пирог, вот. Но ещё не остыл. Попробую, не знаю, что за черноплодной рябиной, посмотрю краешек. Вот. Очень вкусно. В меру сладко. Хрустит. Внутри пропечённое, но до чего вкусно. Обязательно так приготовьте, попробую написать вам рецепт. Ну, помню. Это божественно вкусно. Черноплодная рябина дала кислинку. Очень хорошая. Чудесно. Вот эта кислинка, сам и то. Ещё, дорогие друзья, даже с черноплодной рябиной, оказывается, это очень вкусно. У кого есть пикетин. Ещё, дорогие друзья, решила показать вам пирог. Это корочка, а это сам пирог. Посмотрите. Очень вкусный, очень хороший пирог. Пеките так, что. Вот так, быстро и с таких доступных продуктов.